Три года назад в России была принята национальная стратегия действия в интересах детей, рассчитанная на период до 2017 года. Как она выполняется, в Чувашии обсудили наседание Координационного совета, которое провел Михаил Игнатьев. Защита материнства и детства – приоритетная задача национальной политики. Сегодня государство использует различные инструменты стимулирования рождаемости. Пособия за третьего и последующих детей, бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям, субсидирование процентной ставки по предоставлению ипотечных кредитов, а также материнский капитал. Кстати, с этого года его можно потратить не только на образование, жилье или пенсию матери. Соответствующее решение было принято. И сегодня все эти получатели материнского капитала имеют право обналичивать 20 тысяч рублей не по строго расписанным правилам, а на усмотрение самой семьи. Сегодня остро стоит вопрос поддержки молодых студенческих семей. Правительством совместно с Советом ректоров разрабатывается целая программа с целью снижения возраста первых родов. К сожалению, мы видим, что женщины и мужчины сегодня откладывают рождение первых детей, и средний возраст рождения первого ребенка у нас в республике, как это ни странно, составляет порядка 27 лет. Это средний возраст. Понятно, что есть и моложе, есть и старше. То есть это довольно-таки возрастное уже поколение будет. Поэтому, конечно, у них не останется времени для рождения третьих и последующих детей. Большое внимание уделяется развитию инфраструктуры. В 2015 году планируется построить семь детских садов. Популяризация здорового образа жизни среди молодого поколения также одна из важнейших задач. В Чувашии функционируют 52 спортивные школы. И из года в год количество занимающихся в них растет. Итоги 2014 года показали, что всего тренировочными занятиями в спортивных школах охвачено 33 135 человек. Увеличение по сравнению с предыдущим годом на 2263 человека. Фактически различными форумами физкультурно-спортивных занятий сегодня в спортивных школах, клубах, различных секциях, детских дворцах, центрах активно занимается около 47% учащихся в школах. Свою эффективность доказала практика открытия спортивных классов. В них расписание занятий составлено так, чтобы дети имели возможность посещать тренировки два раза в день. Такая инициатива не требует дополнительных финансовых затрат и поддерживается многими школами республики.